Накануне профессионального праздника, Дня работников дорожного хозяйства, атмосфера в техническом парке совсем не праздничная. До 10 ноября необходимо подготовить всю технику к зимнему сезону. А это около 40 тракторов, грейдеров, самосвалов и других агрегатов. Впрочем, к интенсивной работе этим людям не привыкать. Работаем мы в круглосуточном режиме и зимой, и летом. То есть у нас смены поделены и дневные, это в летний период, и ночные смены. А в зимний период это суточный режим работы. Это работают водители, машинисты. Подразделение дорожное хозяйство предприятия Дурсервис содержит более 300 километров муниципальных дорог в Ленинском районе. Два года назад была закуплена новая техника и оборудование. Но совершенству нет предела. Все эти люди душой болеют за дело и готовы поделиться своими соображениями по поводу улучшения качества работы. Нам бы, конечно, хотелось бы там вот в том углу сделать бы навес, чтобы техника стояла под навесом. Потом дорожное покрытие, вы видите, какое у нас слабовато. Конечно, хотелось бы закупить бы в ремзону свежего какого-нибудь нового оборудования. Например, там шиномонтаж сделать свой у нас этого нет. Общий штат МБУ Дурсервис порядка 500 человек. В структурном подразделении дорожное хозяйство трудится около 120 человек. В любое время года фронта работ хватает не только в техническом парке, но и на улицах города. Традиционно работа специалистов дорожного хозяйства является объектом критики. В зимнее время она усиливается на порядок. Дорожники же отмечают, что полноценно исполнять обязанности им часто мешают сами граждане. Работали на улице Советская, вот Александр Владимирович у нас, замдиректора. Вот у меня на глазах. Они едут, вешают объявления. Завтра будет уборка, просьба убрать машины туда-сюда. И только получалось, вот идет человек, это повесил, а другой хозяин идет, срывает и выкидывает. И только тогда получалось чистить работа с эвакуаторами. Несмотря на все трудности, эти люди каждый день продолжают делать свое дело. А в него входит не только очистка проезжей части от грязи, но и покос травы, замена и ремонт дорожных знаков, металлического барьерного ограждения и даже обрезка веток деревьев. И в день работников дорожного хозяйства кто-то из них обязательно будет работать. Хотелось бы пожелать всем дорожникам, было приятной погоды, вот, как можно меньше поломок техники, потому что в основном, основной труд идет, это механизированная уборка. Ну и, естественно, благополучие в семьях, потому что если в семье благополучие и все хорошо, то на работе то же самое, с хорошим настроением люди работают. Хорошее настроение и они стараются подарить тем, для кого работают. Главное, чтобы им самим не мешали это делать. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.